Более тысячи домов в Самаре отремонтировали на средства фонда капремонта в прошлом году. Обновили крыши, отремонтировали фасады, поменяли трубы тепла и водоснабжения в подвалах. В 2016-м в этой Сталинки на Победе 12 планируют ремонт крыши. Предлагаю выяснить, а знают ли жильцы, на что пойдут их средства. Дом 50-х годов постройки. К прежней управляющей компании у жильцов было много претензий, дошло до прокуратуры. Дело в доме накопилось, рассказывает Евгений Саблин. Как и большинство пенсионеров, взносы за капремонт он платит регулярно. Тут несколько раз проводились встречи с управляющей компанией, кто-то еще приходил, мы что-то писали, по-моему, очередность, потому что нам сейчас важнее было бы сделать в тепловом узле вот это. Потом нам сказали, что якобы будут проводить трубы, отопление трубы менять летом. Можешь крышу, я просто не совсем помню. Сделать работу фонда капремонта более прозрачной намерены активисты Общероссийского народного фронта. Вместе с депутатами райсоветов, председателями многоквартирных домов, они провели встречу в промышленном районе Самары. Взносы в фонд капремонта здесь платит около 70% жильцов. В апреле, в мае должны начаться будут работы, которые качественно должны будут изменить и подход, и регионального оператора, и жителей, и тех организаций, которые в этом участвуют. Мы уже неоднократно поднимали вопрос перед фондом капитального ремонта о том, чтобы в этом процессе участвовали управляющие компании. Чтобы жители потом могли спросить с управляющих компаний за качество ремонта. Напомним, по закону собственники могут не обезличивать свои средства, а открывать свой спецсчет, копилку. Если дом уже попал в очередь на ремонт кровли, а людям важен фасад, можно пригласить комиссию из администрации района и поменять смету. Хотя финансовые возможности регионального оператора ограничены. Если ремонт кровли обходится в среднем в полтора миллиона рублей, замена теплового узла стоит в три раза дороже. Главная задача – это, наоборот, выстроить отношения, такие партнерские, дружеские отношения, чтобы могли грамотно, правильно составлять дефектные ведомости, на основании этих дефектных ведомостей составлять сметы и уже в последующем финансировать именно те объекты, которые желают жильцы. А то у нас получается обычно как? Протекает кровля, а мы ремонтируем фасад дома. Такие совместные совещания с представителями фонда капремонта планируют провести в каждом районе Самары. Только в промышленном на средства регионального оператора в этом году планируют обновить 60 многоэтажек. Перечень можно уточнить на сайте фонда. Ольга Морозова, Максим Гусев, События.